Нефть 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 Россия по праву считается одной из главных энергетических держав мира. Она находится на седьмом месте по нефтезапасам и на первом месте по запасам газа в мире. Но будущее российской нефтяной и газовой отрасли определяется тремя факторами. Запасы, технологии и уровень квалификаций специалистов. Если запасы даны природой и богом, и мы не можем их изменить, то два оставшиеся фактора во многом зависят от нас с вами. Сегодня мы познакомимся с Российским государственным университетом нефти и газа имени Ивана Михайловича Убкина. С удовольствием хотел бы представить наших гостей в студии. Марина Николаевна Филатова, проректор по учебно-воспитательной работе, профессор, заведующий кафедрой философии и социально-политических технологий. Андрей Сергеевич Ларионов, доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, кандидат технических наук. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Мы сегодня будем говорить о вашем университете. И я надеюсь, наши телезрители будут полностью информированы о вашем ВУЗе. Недавно, а именно год назад, вашему университету был присвоен статус исследовательского университета. Это практически после 80 лет образования вашего ВУЗа. Во-первых, с чем это связано и как это вам помогает в этом мире двигаться вперед? Национальный исследовательский университет — это очень высокий статус. Это признание, безусловно, тех достижений, которые есть у нашего ВУЗа с момента его основания в 1930 году. И это беспрецедентные возможности для развития научных исследований в университете. Потому что те средства, которые выделяет нам правительство Российской Федерации, идут на приобретение уникального оборудования, которое позволяет ввести на высоком уровне, на уровне требований 21 века, научные изыскания. Для того, чтобы нефтегазовая отрасль оставалась на том же высоком уровне, на котором она находится, и развивалась дальше. Потому что новые технологии — это огромные вложения в науку прежде всего. И, конечно, у нашего ВУЗа без этого статуса не было бы таких возможностей, которые есть у нас сейчас. И, конечно, это и возможность привлечь молодых специалистов. И у нас уже более 150 молодых преподавателей, которые, занимаясь наукой, также чувствуют себя востребованными, как и те выпускники, которые идут в нефтегазовые компании и получают очень высокие... А чем же все-таки вызвано, что статус такой был присвоен только год назад, а не раньше? Ведь отрасль нефтегазодобывающая, она очень важна для России. Национальный исследовательский университет, этот проект, присвоение такого статуса ВУЗам, два с половиной года только как существует. Поэтому мы в первый, когда был объявлен первый конкурс на звание национально-исследовательского, мы пытались получить этот статус, но не прошли в первый раз, не смогли победить. Но при второй попытке, она оказалась для нас успешной, нам был присвоен этот высокий статус национально-исследовательского университета. Поэтому я хочу сказать, что это не умаляет, конечно, нашего ВУЗа. Потому что таких ВУЗов 30, и я считаю, что это выводит наш ВУЗ на уровне всех остальных ВУЗов России в лидирующие, на лидирующие позиции. За 80 лет существования Вашего ВУЗа историю можно разбить на какие-то определенные этапы. С 30-го года по 46-й, как я смотрел у Вас в интернете, на Вашем сайте. Вы можете выделить из истории Вашего ВУЗа, из этих 80 лет, самый основной, на Ваш взгляд, который послужил как раз причиной придания такого статуса высокого? Я думаю, что все-таки не какое-то одно конкретное событие или один какой-то год определил это решение правительства Российской Федерации включить нас в число национально-исследовательских университетов. Я все-таки глубоко убеждена в том, что это труд всех предыдущих поколений наших ученых и всех наших научно-педагогических школ. А вот что касается достижений, то это очень сложно было бы определить какой-то этап. Все годы, все 80 с лишним лет, которые существует наш университет, он всегда как отраслевой ВУЗ отвечал на потребности отрасли. И в различные годы возникали новые факультеты именно как ответ на запросы промышленности. Мновение времени, наверное. Конечно. И, вы знаете, в связи с этим я предлагаю посмотреть сюжет, как раз подготовленный нашими корреспондентами, об истории ВУЗа. Вот как раз сейчас мы и с вами, и с нашими телезрителями посмотрим историю создания ВУЗа. Внимание на экран. Российский государственный университет нефти и газа является одним из самых важных ВУЗов России. Из стен РГУ выходят такие сотрудники, без которых существование нашей страны просто немыслимо. Институт был создан в 1930 году, индустриализация, рост добычи нефти, рост переработки нефти, транспорта и так далее. Требовались специалисты. И решением тогда руководства Сталина он создал отдельный институт. Раньше часть факультета входила в Московскую горную академию, в индустриальную академию, по-моему, она называлась имени Сталина. Сталин ее расформировал, создал пять отдельных институтов, в том числе Московский нефтяной институт. Поэтому цель была понятна – подготовка специалистов для нефтяной и газовой промышленности. Основателем и главным организатором института стал профессор Иван Михайлович Кубкин. Благодаря ему институт развивался в ускоренном темпе, выпуская все больше и больше высоко квалифицированных специалистов в области нефти и газопромышленности. Он был одним из самых серьезных ученых, геолог, хороший очень организатор и очень многое сделал, и уже в то время сделал для нефтяной промышленности. Поэтому его поставили директором и сразу институт назвали его именем. Сегодня в институте обучаются около 8 тысяч человек. Среди них студенты не только из России, но и из 53 стран мира. При университете действуют три филиала – в Оренбурге, Ташкенте, Ашхабаде. За 80 лет существования РГУ награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, губкинцы удостоены Государственной премии Советского Союза и Российской Федерации. Именами сотрудников и выпускников университета названы города, предприятия, институты, крупнейшие месторождения нефти и газа. РГУ гордится своей историей. Каждый, кто работает или учится в ВУЗе, верит, что приносит пользу обществу, а главное – стране. РГУ гордится! Можно назвать молодые преподаватели. В чем отличие? И можно ли сказать, что молодые преподаватели отвечают всем требованиям современной подачи информации? Я скажу, да. Молодые преподаватели отвечают требованиям. И многие стараются узнать и зарубежные достижения, и включить их в свои лекции, в семинары, изучают зарубежные технологии. Опираются, конечно, на то, что сделали предыдущие профессора на кафедре. И зачастую, как было у меня, преподаватель передает курс, который содержит только, скажем, основные моменты, лекций нет. А студенты сейчас привыкли к тому, что это не монолог преподавателя. Это мультимедиа, это интересные картинки, какие-то жизненные примеры. И мы это все… То есть молодые преподаватели, они в больший контакт входят с молодежью, вы это и хотели сказать? Да, я хотел это сказать, что сейчас молодежь рождается практически с компьютером в голове. У всех мобильные телефоны, у всех коммуникационные программы. И мы стараемся, чтобы они увидели это и на лекциях. Это драйв, красоту. Мы даем теоретический материал, который мы должны дать в рамках программы. Ну, плюс к этому мы приводим производственные примеры, которые мы, в общем-то, из своей производственной практики берем, когда ездим на стажировки и осуществляем работу по контракту. Значит, лидирующие позиции в области преподавания газо-нефтедобывающих технологий мы имеем на сегодняшний день? Да. Или все-таки мы уступаем зарубежным? Ни в коем случае. Вот это я хотел спросить. Я был в горной школе Колорадо. Я туда ехал с таким трепетом, что мы, как мы, английский язык на уровне, но, может быть, его недостаточно. И я общался с преподавателями, которые читают междисциплинарный курс. Сейчас во всем мире это считается фишкой. Скажем, направление, в котором развивается обучение. Когда происходит не узкая специализация в рамках одной специальности, а когда в аудитории учебной сидят специалисты разных направлений. Геолог, разработчик, экономист. Им вкидывается проблема, ставится задача. У них куча неопределенности, у них недостаток исходных данных, у них много мнений своих. И они решают и коммуникативные задачи между собой, как группа, в общем-то, то, что придется на работе потом делать. И решают, конечно, инженерные задачи. Так вот, я при всем уважении к этому университету, я скажу, что они дают все более на лингвистическом уровне. То есть, дают какие-то бумажные карты, и нужно как-то качественно выдать решение. Мы пошли дальше, мы говорим, если студент-специалист, он должен освоить инструменты, те, которые сейчас используются на практике. Программные продукты, установки и прочее. То есть, у нас студенты не только концептуально решают задачу, качественно, но они еще проводят инженерные расчеты на программное обеспечение. Моделируют, получают, лезут в базу данных, берут оттуда данные по исследованию, скажем. Все это комбинируют и выдает не только качественные, количественные ответы. Это в нашем ВУЗе, в России. Это в нашем ВУЗе. У них этого нет. И я спросил, почему так все в общем, в этом концептуальном. И они мне так ответили. У нас очень интернациональный ВУЗ, вот у нас со всего мира студенты, очень много времени уходит на адаптацию. Мы тратим время на лекциях, чтобы их сначала в команду превратить, и потом только мы идем к инженерной задаче. У нас мы тоже начали так делать. Но студенты сразу подружились, наши очень ребята живые. И все, они говорят, давайте, давайте нам задачу, мы будем работать. Андрей Сергеевич, а тогда вопрос, а как нам сохранить вот эти лидирующие позиции в области образования, в данном случае в нефтегазовой добывающей сфере? Я думаю, что нужно продолжать изучать зарубежный опыт, что нужно посещать не только единицам преподавателей, я имею в виду 5, 10, 15 человек, а довести это до сотен, то есть чтобы все молодые преподаватели поехали туда во главе с, скажем, зрелым, очень мудрым преподавателем. Я хотел бы, чтобы это тиражировалось и продолжалось. И только тогда, когда все люди, которые у нас работают, молодежь, побывают там и увидят, что там не лучше, что у нас лучше, что там все построено, а у нас надо строить, что там уже некуда приложить свои силы, а у нас такой простор. Тогда они не будут туда стремиться, они будут учиться здесь. И когда этот человек, его не будут уговаривать, убеждать, он сам своими глазами видит, он вернется сюда и скажет, я хочу сделать так, как там и еще лучше. Вот это будет наш путь. Есть у вас такой девиз, обучение через деятельность. Что это такое? Обучение через деятельность. Как это? Поскольку в нашей российской системе образования вопросы с практикой стоят очень остро. Вы имеете в виду то, что практики всего две в течение обучения. Наверное, все-таки это не хватает. Ну, у нас даже, может быть, и не две, а побольше, но реально практику мы не можем пока обеспечить нашим студентам. Ну, потому что в любую компанию, в которую приходят наши студенты с желанием пройти практику, да, это требует отвлечения и человеческих ресурсов, вот, и, конечно же, у нас в основном производство в регионах, да, то есть это и финансовые серьезные затраты и на дорогу, и на проживание и так далее. То есть этот вопрос очень сложным остается на сегодняшний день. И то, о чем вот начал говорить Андрей Сергеевич, да, создание центра, у нас есть СУРМ, центр управления месторождением виртуальной, вот, это частичное. Нельзя полностью заменить практику визуализации нефтегазовых сложных процессов технологических. Безусловно, безусловно, нужно руками, и поэтому мы не отказываемся от практики, мы посылаем студентов на практику, и не можем всех, мы стараемся, конечно, посылать тех студентов, которые результатами своей учебы подтвердили, да, высокую мотивацию к учебе, да, и заслужили этого. Они, конечно, проходят. Есть у нас и целевой набор, когда компании из нефтегазовых регионов посылают к нам обучаться студентов, и они, естественно, берут на себя обязательства эти компании обеспечить в летний период времени прохождение практик, то есть у нас это есть. Но часть задач, которая связана непосредственно с принятием управленческих решений, ведь Андрей говорит, в нефтегазовой отрасли уже нельзя принимать решения специалистам только в одной области. Это командная работа, особенно если говорить о шельфах, о добычах на шельфе, то, конечно... Там все интересы присутствуют. Да, там должен и геолог сидеть, и разработчик, и уравильник, и поэтому это командная работа. И научить их работать в команде, никто, конечно же, ни на шельфе, ни на предприятии не даст возможности для опыта эксперимента для студентов. И поэтому создание вот такого ЦУРМа у нас и проведение занятий в ЦУРМе у нас в университете, все-таки пусть это визуализация, но конкретных процессов, которые происходят при добыче. Вот. И сейчас у нас уже визуализация и переработки вопросов, процессов переработки. Ну а как это вот на практике осуществляется? Ну вот Андрюша может рассказать, он проводит занятия как раз в ЦУРМе. Да, есть команда молодых преподавателей с разных кафедр, которая увидела, что можно использовать те инструменты, которые сейчас есть на рынке, информационные технологии, видеоконференц-связь, для того, чтобы опять же сделать для студентов процесс обучения более интерактивным, более интересным. Ну не каждому хочется вот на север, на поезде, там на самолете ехать, на вертолете и прочее. Может быть стоит позаниматься в стенах университета, но при этом преподаватель, преподаватель, он находится там, на севере, он идет по буровому объекту, рассказывает, показывает, задает вопросы, вокруг идет работа реальная. И студенты могут по интернет-вещанию задать вопрос преподавателю, который находится в Сибири. Да, они получают задание. Например, с утра была аварийная ситуация, ее разрешили. Студентам даются исходные данные, и преподаватель с ними беседует, находясь на буровой. И студенты свои гипотезы формируют прямо в прямом эфире, что они думают делать. И потом сопоставляется, что студенты придумали, и что на самом деле придумала буровая бригада. И еще хотел добавить по поводу практики. Вот у студентов практика в основном несет характер такой неинженерный. То есть обычно они помощники, они смотрят и не принимают активное участие в деятельности производственной. Вот на кафедре, у нас новая завкафедра, и расширяются наши контакты с нефтегазовыми промышленностями. И мы уже начинаем быть исполнителями договоров, то есть выполнять для заказчика реальные проекты. И практику они уже у нас проходят в университете, потому что у нас сидит отдел проектирования. Мы делаем проект на средство скважины. Это с какого курса уже студенты? С четвертого курса и магистранты, да. То есть после того, как они прошли обучение базовым дисциплинам, инженерным расчетам, написали первые курсовики, они уже могут сидеть в аудитории и заниматься там расчетом обсадных, колонн и прочих. Это засчитывается как учебный процесс студентов или как дополнительная практика и работа, допустим, в малых предприятиях? Да, как стажировка. Как стажировка, да? Как стажировка и как практика. То есть мы выбираем талантливых людей, кто хочет, предлагаем такие варианты, и они работают на реальных задачах. Кстати, наши корреспонденты подготовили сюжет, они провели опрос среди ваших студентов и задавали студентам один и тот же вопрос практически. Почему именно вы пришли в этот вуз? Нефть и газ – это жилы нашей страны. Рыгу, потому что нефть – это деньги, я хочу быть геологом. Это два сочетания – геология, деньги. Потому что я люблю геологию. Потому что это очень перспективно. Во-первых, у меня здесь родители учились, а во-вторых, ну просто хороший вуз, хорошая база. Очень нравится здесь учиться. Престиж, радости море, море друзей, знакомые обучались, здесь окончили братья. Профессоры просто шикарные. Они не просто хорошие преподаватели, но они чудесные люди. И когда они знают, что им подскажут, помогут. С ним приятно пообщаться. Качество обучения и трудоустройство. Практику проходить удобно, и преподаватели очень добрые, понимают нормально. То есть, если с ним на консультацию подходишь, они не просто так тебе скажут какое-нибудь правило, они грамотно все объяснят. А я выбрала РГУ только потому, что это будущее на самом деле. На ваш взгляд, какие перспективы, перспективные направления в области газо-нефтедобывающих отраслей, на ваш взгляд, существуют сейчас, которые не освоены? Перспективы такие, что молодым ученым, инженерам придется дело иметь с нетрадиционными запасами углеводородов. Трудноизвлекаемыми. То есть, заканчивается эра дешевого газа, простых инженерных решений, и нужно будет креатив. Например, это шельф, и, например, это высоковязкие нефти, которые на небольшой глубине, но достать их очень тяжело. И направлением современного развития, вообще технологии разработки, освоения нефтяных газовых месторождений, это интеллектуализация. То есть, это, во-первых, придание скважине, спуск скважины специализированного оборудования, получение информации из нее в реальном времени, и потом с этим огромным потоком информации кто-то должен что-то делать, принимать решения в реальном времени. То есть, все это усложняет технологии, повышает риски. И здесь опять нужно командное обучение. Потому что, если кто-то, один из команд, сделал свою работу плохо, то весь проект будет неудачен. Мы не выйдем на годовые отборы, не приступим к освоению месторождения в заданные сроки. Поэтому сейчас идет, скажем так, специализация, когда создаются магистрские программы, они уже созданы, очень узко специализированные. Например, интеллектуальные скважины системы, добыча строительства скважин с большими отходами для освоения арктических месторождений, может быть, с берега. Вот, морское бурение, химия. То есть, мы понимаем, что скоро добыча нефти и газа, она будет занимать более дорогостоящую нишу в бюджете страны. И мы потихоньку к этому уже готовимся. Я правильно вас понимаю? Да, да. То есть, вот эти шаблоны стандартные, которые были очень эффективны в 60-х годах, в 70-х, они уже не работают. Нужно что-то новое. И молодежь может прийти, это новое создать. Все оборудование у университета есть. Кстати, интернет-портал, который у вас существует, ведь он же имеет не только личную страничку ректора, но и каждого преподавателя, насколько я понимаю. И каждый студент может оставить на этом портале отзывы о тех или иных преподавателях или лекциях. Ведь это так, да? Конечно. Вы учитываете в своей работе эти порталы? Конечно. Тем более, что вот блок ректора, он дает нашему руководителю Виктору Георгиевичу Мартынову, на мой взгляд, очень важную информацию о том, что можно, безусловно, и мнение студентов. Здесь вот очень важно понять. Безусловно, могут быть какие-то отзывы, я думаю, что даже если в некорректной форме или неточные, скажем так. Но большинство демонстрирует заинтересованное отношение студентов к тому, чтобы качество даваемых образовательных услуг, знаний, которые они получают, было более высокого уровня. И у нас же есть, как в любом ВУЗе, конкурс. Раз в пять лет преподаватели проходят конкурс. И, конечно, такая информация... Она полезна, да? Она полезна и для того, чтобы воздать должное тем педагогам, у которых не только это призвание, но у них есть желание совершенствовать свои навыки педагогические, но и спросить тех, кто не соответствует уже уровню преподавания 21 века. Я хотел бы уточнить. Виктор Георгиевич с своим интервью заявил, что ваш ВУЗ формирует такой интеллектуальный портал, даже не портал, а сообщество нефтяников. Вот что это такое? Ну, одно из достоинств нашего ВУЗа, что делает его абсолютно уникальным ВУЗом, это отраслевой характер и создание единой корпоративной среды. То есть, молодому человеку, попадающему в ВУЗ в процессе адаптации, очень важно почувствовать себя частью большого, сильного, целого, имеющего традиции. То есть, можно сказать, что молодой человек попадает в корпоративную среду, и вся жизнь его уже практически просматривается? Ну, во всяком случае, он знает и траекторию своего движения, возможного, при том, что он будет, безусловно, вкладывать свои интеллектуальные способности, которые у него есть. Он действительно ощущает и то, что среда, она действительно формирует в нем такие качества, как ответственность, потому что нефтегазовая отрасль, она с огромными рисками сопряжена, если вдруг решение будет неправильным. И к тому, что это сообщество людей, занятых в тяжелой отрасли промышленности, готовых к тяжелым испытаниям, потому что работать придется и на севере, то есть в тяжелых условиях. Это формирует тоже определенные качества характера. И когда они попадают в эту среду, они понимают, что их действительно может ждать, к чему они должны быть готовы по окончании вуза. И общение с нашими успешными выпускниками, с руководителями первыми лицами, ведущих нефтегазовых компаний, российских и мировых, показывает им, какие возможности колоссальные у них есть для самореализации в будущем, для карьерного роста своего. Но при этом им каждый раз подчеркивается, что учиться. Совершенно верно. В нашей программе есть рубрика, это слово ректора. Конечно, без ректора программа высшая школа не может существовать. Поэтому я прошу вас и наших уважаемых телезрителей посмотреть на экран. Губкинский университет, отраслевой вуз. Мы готовим кадры для нефтяной и газовой промышленности по всей технологической цепочке. От поисков и разведки месторождения нефти, газа, до сбыта продуктов переработки, экономических и юридических вопросов управления отраслью. Мы не вполне стандартный вуз. Мы, наверное, достаточно сильно отличаемся от многих других. Во-первых, это отраслевая направленность. Во-вторых, это очень большой охват по территории. Фактически, вуз с одной стороны политехнический, с другой стороны мы отраслевой, а с другой стороны мы действительно настоящий российский вуз. И помимо этого, поскольку нефтегазовая отрасль, она интернациональная отрасль, и компании нефтегазовые, как правило, очень крупные, работают по всему миру. Это и относится и к российским компаниям крупнейшим, таким как «Газпром» имеет бизнес более в 60 странах мира, «Лукул» более чем в 40 странах мира, ну и другие, не меньше. То есть мы настоящий многонациональный вуз. И об этом, ну, фактически это говорит о том, что качество образования, оно очень высокое. И престиж Губкинского университета всегда был и остается очень высоким. Но одновременно я должен сказать, что поступить в вуз – это мало. Закончить его значительно сложнее, чем поступить. Требования отрасли к профессионализму сотрудников, будущих нефтегазовиков, очень высокие. От того, как работает нефтегазовый комплекс, зависит каждодневное благополучие очень многих людей в нашей стране и по всему миру. Потому что кроме экономических достижений, это еще и реальное тепло, свет многим людям в нашей стране, фактически всей нашей стране. Обеспечивают именно нефтяники и газовики, поскольку это и впрямую топливо, это и топливо для автомобилей, это газ для электростанций. И в общем, все, что мы связаны в жизни, это многое, является продуктами нефтегазопереработки. Став нефтяником, получив хорошую специальность, став газовиком, вы будете на самом переднем краю научно-технических достижений, поскольку отрасль, хотя она является, с одной стороны, сырьевая, но с другой стороны, она одна из наиболее наукоемких и наиболее сложных. Поэтому ответственность наша очень большая, мы несем тепло и свет людям, и мы должны отвечать не только за результат свою работу, но и за экологию нашей планеты. Реформа образования средней школы повлекла за собой появление единого государственного экзамена. Единый государственный экзамен, который задается в школах после 11 класса, он является проходным баллом для поступления и в ваш вуз. Вопрос. На что вы обращаете внимание больше всего? На химию, физику, алгебру, математику или другие дисциплины при сдаче ЕГЭ? Это первая часть вопроса. И второй. Есть ли у вас школы, подшефные классы в этих школах, колледжи, в которых вы готовите будущих студентов именно для своего вуза? Если есть, то какие? Расскажите поподробнее. Что касается ЕГЭ, мы принимаем в свой вуз как государственный университет по результатам единого государственного экзамена. У нас ведется подготовка по всей технологической цепочке, начиная с разведки, добычи, транспортировки, переработки и продажи нефтепродуктов. Поэтому у нас есть технологические факультеты. И при поступлении на технологические факультеты мы обращаем внимание прежде всего на результаты ЕГЭ по математике и физике. Ну, русский язык обязателен, но в основном главный упор мы делаем на результаты по математике и главное внимание уделяемой физике. Что касается химико-технологического факультета, переработка, это как раз химико-технологический факультет, то это химия. И что касается юридического факультета, у нас есть юридический факультет. И особенность нашего юридического факультета заключается в том, что мы прежде всего упор делаем на подготовку специалистов по недропользованию. У нас есть кафедра специализированная горного права, где все вопросы связаны с лицензированием месторождений. В том числе и есть такая дисциплина, как трубопроводное право. Вы прекрасно понимаете, что когда трубопровод идет по чьей-то территории, в каком-то государстве. В основном эти вопросы становятся главными при изучении юридических дисциплин на нашем юридическом факультете. Там основной экзамен, который мы смотрим по ЕГЭ, это общество знания, профилирующие. Поскольку там есть часть права, она представлена в экзамене по обществу знания. Если тот молодой человек, абитуриент, будущий ваш студент, захотел поступать на юридический факультет, где он может подчеркнуть информацию, какой экзамен при ЕГЭ надо ему сдавать? Где эта информация? Во-первых, есть на сайте. Во-вторых, мы проводим в год два раза день открытых дверей. Когда они проходят? У вас какое время? У нас в ноябре и в марте. В ноябре и марте. И у нас есть подготовительные курсы. С первого сентября у нас ведется запись на подготовительные курсы. Они у нас есть восьмимесячные и четырехмесячные. А профильный колледж есть у вас? У нас есть договоры о сотрудничестве с рядом вузов школ Москвы. И по этим договорам наши преподаватели в этих школах ведут занятия по дисциплинам, которые являются профилирующими. И у нас в университете нашими преподавателями по физике и математике проводятся лекции. Это такой лекторий, который мы организуем специально для школьников Москвы, который проявляет интерес, скажем, к нашему университету. И всевозможные олимпиады, которые мы проводим на площадках нашего университета, для школьников. И по математике, и по физике, и по химии, и по гуманитарным дисциплинам. Марина Николаевна, у меня такой вопрос. А уменьшилось ли количество гарантируемых абитуриентов для поступления в ваш вуз после введения ЕГЭ? Увеличился. Увеличился? Значительно, да. У нас конкурс растет, несмотря на демографическую яму. Конкурс растет. Этому способствует и востребованность выпускаемых специалистов у нас на каждого выпускника по нескольку вакансий. Но здесь я сразу хотела бы оговориться, что речь идет о тех, кто учился на 4 и 5. Чтобы не было иллюзий, что можно просто получить диплом, сдав все на тройки, и будет 5-6 вакансий. Я могу сказать, что то, что делает еще уникальным наш вуз, то, что все крупные компании, и наши российские, и особенно зарубежные, они ведут охоту, особенно зарубежные нефтегазовые компании, на лучших наших выпускников. И они с третьего курса платят им стипендии. Ах, вот как. Да. И отслеживают их путь до выпуска. И, конечно же, предлагают им очень привлекательные вакансии. Очень выгодные контракты, да. Выгодные контракты. Поэтому получается выгодно учиться не только потому, что ты получаешь знания и становишься специалистом, но ты получаешь реальный шанс быть трудоустроенным в ведущих российских и зарубежных компаниях. У нас проводятся Дни открытых дверей компаний в нашем университете. И ребята уже с первых курсов, приходя на ярмарки вакансий и на Дни открытых дверей компаний, имеют представление о том, какие компетенции требуются, когда они заканчивают наш университет, с которыми их могут принять в компанию. И какие знания, и какие навыки, и какие умения. И это, конечно, тоже стимулирует их в дальнейшей учебе. Но я знаю, что у вас очень много филиалов не только в нашей стране, не только в ближнем зарубежье, но и в дальнем. У нас три филиала существуют. Все наши филиалы, которые у нас когда-либо были, они все превратились сейчас в вузы. И Ухтинский нефтяной, и Фимский нефтяной, и Альметьевский нефтяной. Это бывшие наши филиалы. Мы им дали путевку в жизнь, и они стали уже самостоятельными вузами. То есть они сейчас не считаются вашими филиалами? Они не считаются. То есть это просто самостоятельные филиалы, которые вы курируете, с которыми сотрудничаете? Да, мы главной вуз отрасли. Мы возглавляем учебно-методическое объединение по всем нефтегазовым специальностям. И поэтому, конечно, согласование учебных программ, планов, мы придерживаемся обычно единой позиции в отношении, скажем, сохранения инженерного образования, пятилетнего и так далее. То есть это единая семья нефтегазовых вузов России. И позицию лидера занимает наш вуз. Я предлагаю нашим телезрителям, которые нас смотрят, посмотреть вместе с нами сюжет, подготовленный корреспондентами, экскурсия по вашему вузу. Внимание на экран. Быть локомотивом научно-технического прогресса нефтегазового производства, как важнейшего фактора устойчивого развития страны, главная миссия РГУ нефти и газа имени Губкина. Администрация вуза делает все, чтобы эта миссия изо дня в день, из года в год была выполнена. В РГУ работает 9 самых необходимых факультетов для нефтегазовой промышленности. Профессорско-преподавательский состав включает 327 докторов наук, профессоров, 9 действительных членов и членов корреспондентов РАН. Свыше 600 кандидатов наук и доцентов. Также Губкинцев учат работать в реальных условиях. Например, в лаборатории управления разработки нефтяных месторождений студенты, собрав все свои знания за годы подготовки, пытаются найти настоящую нефть. Мы строим некую модель, макет в динамике реального месторождения. По реальным данным, одна из компаний предоставила нам реальные данные. Таким образом, мы создаем реальную рабочую модель месторождения, которая, в принципе, существует на самом деле в Западной Сибири. Таким образом, мы участвуем в реальном процессе. Дистанционно, находясь в университете, мы создаем свое некое предприятие со специалистами, нефтяниками, которые вовлечены в реальный процесс разработки месторождения. В университете существует лаборатория, где ребятам показывают, как нужно работать в нефтяных скважинах. Здесь, на тренажерах, губкинцы готовятся к самым непредвиденным ситуациям – скачки температуры, повышение и понижение давления. Если в процессе обучения ошибки допустимы, то на производстве – нет. Мария Николаевна, очень важный вопрос хотел вам задать. Дело в том, что у вас очень большая страна, у нас очень много регионов. И нефть, и газ добываются в разных регионах, в том числе и на Севере, и на Северном полюсе, я надеюсь, будем добывать. И, конечно, наверное, к вам приезжают абитуриенты с разных областей нашей большой Родины. Есть ли у вас общежития? Во-первых, для них это раз. Во-вторых, какие условия проживания для будущих студентов ваш университет может предложить им? У нас учатся представители 83 регионов Российской Федерации, то есть всех субъектов российских регионов. И, конечно, есть определенная сложность. Иногородних студентов более 80%. У нас есть общежития. Пять корпусов общежития на улице Бутлерова и Волгина, где проживают 4,5 тысячи студентов. Но из-за того, что интерес к вузу возрастает и хорошие результаты ЕГЭ показывают очень многие приезжающие из регионов ребята, то, конечно, у нас уже не хватает мест в общежитии. Я знаю, что это проблема многих государственных вузов Москвы, что мы не можем предоставить всем желающим общежитие. И у нас есть ограничения. Те, кто у нас поступает на коммерческое отделение, они не имеют права рассчитывать на общежитие. И в связи с этим мне хотелось бы просто сказать, что если на бюджет поступает студент, то у него есть шанс комфортно жить в нашем общежитии, потому что в общежитии у нас созданы все условия, в том числе и для культурного досуга, и спортивный у нас комплекс есть, и культурных массовых мероприятий. Мы проводим очень много в Студгородке, большая воспитательная работа там проводится. И у нас очень строго мы следим за тем, чтобы было чисто, красиво в Студгородке. И ребята имеют органы студенческого самоуправления, такие как Центральный студсовет. Они тоже следят за этим, да? Да, и вот как раз они больше всего и принимают участие в решении вопросов о культурном досуге, о соблюдении санитарных норм. Ну, в общежитии очень веселая, в хорошем смысле этого слова, жизнь. И то, что... Студенческая жизнь, она вообще интересная. Да, очень интересная. И есть возможности, да, есть возможности для, есть оборудованные компьютерные классы, готовить задания на высоком уровне уже, который сейчас требуется, в том числе и имея сайт наш, да, пользоваться этим сайтом для того, чтобы связываться с преподавателями. У меня сейчас вопрос к Андрею Сергеевичу. С 47-го года в вашем университете проводятся так называемые губкинские чтения. Что это такое? И кто в них участвует? Губкинские чтения — это конференция, на которой молодые преподаватели, наши коллеги из нефтегазовых компаний, представляют свои... Кто диссертации, кто научные статьи, кто производственный опыт. То есть это такая элитарная встреча губкинсов и примкнувших к ним по поводу современных научных достижений. Я там рассказывал, например, про новые методы оптимизации при разработке месторождений, размещения скважин. Мне было интересно увидеть, что похожую математику, похожее содержание люди используют для других задач. То есть это прекрасные, интересные беседы между секциями конференции в прекрасно оборудованном зале, оснащенном телекамерами, видеоэкранами и прочим переводом. Но это на портал как это транслируется? То есть могут все посмотреть, кому это интересно? Да, конечно. Все протоколируется, все смотрится, издается очень... А как часто это происходит? Это происходит раз в год. Раз в год, да? Иван Михайлович Кубкин любил повторять. Недра не подведут. Главное, чтобы не подвели люди. Недавно у вас открылся памятник Ивану Михайловичу. На торжественном открытии присутствует наша съемочная группа. Давайте посмотрим. Российский государственный университет нефти и газа отметил 140 лет со дня рождения Ивана Михайловича Кубкина. И самым главным подарком для ВУЗа стало открытие памятника в честь основателя университета. В основу его легла настоящая фотография Ивана Михайловича Кубкина в Причерном море, когда он работал именно как геолог полевой, изучал происхождение нефти, и изучал коллектора нефти, в которых можно найти знаменитую шнурковую залежь. Это реальная фотография, воплощенная в бронзе. Монумент является не только гордостью ВУЗа, но и единственным памятником в России, посвященным Ивану Михайловичу Кубкину. Появилась скульптура при поддержке фонда выпускников РГУ и нефтегазовых компаний. Автор памятника работал над образом ученого более 10 лет. Я, рассматривая большое количество фотографий, нашел ту, которая стала основой для этого памятника. И сразу у меня возникла идея создать композицию. И эта композиция, она послужила основой для этого памятника. То есть фактически более 10 лет была работа над образом. И вот сейчас мы вместе с архитектором Михаилом Корси завершили этот проект. В этот день губкинцы принимали множество поздравлений. В том числе от правительства Москвы, Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской Академии наук, руководства нефтегазовых компаний. Губкинцы всегда берут пример своего прародителя Ивана Михайловича Губкина. И всегда должны быть ему достойны. Поэтому еще раз всех поздравляю с тем, что мы открыли этот памятник. И будем сверять свою жизнь Губкинского университета с Иваном Михайловичем Губкином. Поздравляю! Расскажите, как молодежь отнеслась к открытию памятника? Ну, с большим воодушевлением. На самом деле, нам не хватало памятника в университете. Потому что Губкин и во всем мире знают наш университет именно как Губкинский университет. Потому что менялась аббревиатура, менялось название. Институт, университет. Да, академия. Но везде нас знают как Губкинцев, как Губкинский университет. И поэтому, конечно, основатель нашего университета, человеку, благодаря которому и научные школы наши возникли, и нефтегазовая отрасль получила мощное образование, нефтегазовое, готовящее по всем специальностям нефтегазовым специалистов. Вот мне кажется, что мы просто воздали должное этой личности, масштабной личности. И что мне хотелось бы добавить, то что это был подарок выпускников Губкинцев разных поколений. То есть этот памятник воздвигнут на деньги наших выпускников. И не только тех, кто достиг больших успехов в бизнесе, но и тех, кто только закончил наш университет. И, наверное, этим он и дорог будет нам всем. Потому что это слова благодарности, высказанные вот таким образом. Благодарность своей Альма-Матер за образование, которое позволило реализовать мечты. Перед тем, как мы закончим программу, я хотел бы задать вам вопрос. Такой маленький, коротенький вопрос, который мы обычно завершаем нашу программу. Планы и перспективы на будущее. Андрей Сергеевич, давайте начнем с вас. Перспективы – это дальше двигаться в рамках моей карьеры в университете. Преподавателя, соединяющего производственную деятельность, научную деятельность. То есть написать докторскую обязательность. Взаимодействовать по контрактам с заказчиками. То есть инженерная специальность, она чем хороша? И результаты – это то, что ты построил. На этом можно сказать – это сделал я. Вот мост стоит, вот скважина пробурена, вот течет нефть по трубам. То есть что-то реальное такое. Да, что-то реальное. И потом это останется с тобой на всю жизнь. Внукам можно хвастаться. И сейчас, например, молодежь имеет возможность действительно участия в уникальных проектах. Да, есть научный руководитель, есть школа, есть мудрая профессура, ученые наши, которые его ведут. Но я в команде. Это, конечно, льстит. И по поводу обучения и образования – это переход на иностранный язык. То есть для нас вот эта иностранная аудитория, мы должны в ней интегрироваться. Я и мои коллеги, мы стараемся повысить свой уровень, стараемся посмотреть, что актуально в мире. То есть какая из программ обучения… То есть держать руку всегда на пульсе, да? Будет продано или востребовано, скажем так, чтобы студенты к нам ехали ни в Америку, ни во Францию. Там все уже, скажем так, устоялось. А вот у нас как раз вектор развития у нас здесь, в университете Губкина. То есть вы считаете, не хватает немножко языкового барьера? Преодолеть надо языковой барьер, да? Да, его нужно вывести на уровень продукта, на уровень свободного изъяснения, когда можно шутку вставить на лекции. Тем более с 1990… Знать психологию вот это вот иностранных людей и знать, что нужно, говорить, что не нужно и когда нужно. Вот это очень интересно. Тем более с 1996 года ваш университет входит в число самых передовых лучших университетов России. Да, по рейтингу Минобранауки мы занимаем первое-второе место, делим его с Бауманским университетом. То есть один год Бауманка становится выше. Вы договариваетесь с ним? Вот. То есть мы с 1996 года действительно занимаем в первой тройке университетов России то первое, то второе место. Это так, да. Марина Николаевна, тогда к вам вопрос. Планы и перспективы на будущее? Вы знаете, очень хочется, чтобы выпускники нашего университета были не только конкурентоспособны, чтобы они были успешны и счастливы. И очень хотелось бы, чтобы в нашей стране они были успешны и счастливы. И поэтому наши планы, особенно в моей работе учебно-воспитательной, это, конечно же, помочь им добиться того, чтобы они не только в специальности были лучшими в своей отрасли, но и чтобы они унесли тепло своего второго дома университета и всегда знали, что есть дом, который их ждет, который всегда им поможет. Будь то повышение квалификации или просто совет педагога, учителя, но чтобы всегда мы могли сказать, это наш губкинец и мы гордимся им. Спасибо. На этой прекрасной ноте мы завершаем с вами программу. К сожалению, время подошло к концу. Я вынужден с вами попрощаться. А телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в программе были Марина Николаевна Филатова, проректор по учебно-воспитательной работе, профессор, заведующий кафедрой философии и социально-политических технологий, а также Андрей Сергеевич Ларионов, доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, кандидат технических наук. Спасибо вам за то, что пришли в студию. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Получение высшего образования является одним из главных этапов в жизни человека. По большому счету учиться можно всю жизнь, но психологи считают, что именно при получении высшего образования у человека закладываются основные ценные ориентиры и формируются жизненные цели. С вами была программа «Высшая школа» и я ее ведущий Владимир Косинчук. И помните, важно не количество знаний, а их качество. Лев Николаевич Толстой. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...